Здарова хулиганы, как ваше ничего, с вами IronDruck и это очередной выпуск мод обзора. Я давным-давно зарёкся делать обзоры на моды по многочисленным заявкам, так как в последние два раза когда я так поступил, ютуб явно не оценил моих стараний и отправил оба обзора за дверь, кинув мне предупреждение за последний. Да и если честно признаться, обзоры по многочисленным заявкам, если измерять их содержимое по моему личному дерьмометру, порой вынуждают меня покупать новый дерьмометр, так как старый приходит в негодность. Но благо сегодня ситуация не настолько плачевная, плюс я вчера пил как сантехник и пока меня не отпустило, сегодня на нашем столе для вскрытия находится мод под названием Aons of Death от автора Мейджор Кук. Вообще-то авторов, работающих над этим модом было больше, но майор является официальным представителем данной работы. Официальной датой создания данного мода является март 2008 года. Что представляет из себя данный мод? Как оказалось, у класса данного мода на официальных сайтах есть своё научное название. Это компиляция. Не сборная солянка, не мешанина, не «О боже, что вы употребляли перед тем, как это сваять». Нет, это называется компиляция. Очень редкий представитель модов в играх. А Ионы Смерти является массивной, если не самой большой из ныне существующих, компиляций монстров, оружия и предметов в Doom, позаимствованных из других шутеров от первого лица. И не только. В меню включены такие известные нам игры, как Heretic, Shadow Warrior, Half-Life, Hexen, Duke Nukem, Quake и многие-многие другие. Причём помимо монстров, оружия и предметов, авторы мода позаимствовали определённые звуки из игр, вовсе не относящихся к шутерам от первого лица. Многие из этих звуков вы определённо узнаете. Мод использует уже известный нам приём рандомного спавна монстров и оружия, которые по классу и мощи соответствуют оригинальным ванильным монстрам и оружию. Тут, как говорится, без обмана. Перейдём к зоопарку. Как я сказал ранее, против вас авторы бросят кучу народу из разных игр. При смерти ваши враги будут ронять либо оружие, либо амуницию или предметы. Справедливости ради стоит сказать, что автор любезно ослабил большинство врагов, которых в оригинальных играх вы бы замучились убивать. Или убивали бы не так быстро. Обычно я советую к таким модам огромные карты для прохождения и погружения. Но в случае айонов смерти данный ход конём превратит ваших врагов в начинающую надоедать скучную бесцветную массу, постоянно издающую уже сдолбавшие вас звуки. Тут время прохождения будет определённо работать против вас, так что если вам приспичит осилить какую-нибудь цитадель на краю вечности, примите контрастный холодный душ, ладно? Должно помочь. Также автор добавил своему зоопарку неплохую расчленёнку. Некоторых из ваших противников будет рвать на куски, которые потом будут оставаться на земле. Хотя ваши враги будут многочисленными, они будут убиваемыми. А это самое главное, на мой взгляд. Что касается средств их убийства, то они тоже будут позаимствованы из разных игр. После увиденного мной зоопарка данный факт уже не является странным и страшным. На секунду у вас будет 12 типов амуниции. 12 Карл. Ваш арсенал будет разделён на обычное и магическое оружие. Оба класса будут одинаково хорошо харчить ваших врагов. Кстати, в начале игры ваши слоты под оружие будут ограничены тремя стволами в каждом. И для того, чтобы подобрать очередную пушку, вам придётся выбросить какую-нибудь ненужную. Или поступить как здравомыслящий человек, залезть в специальные опции и переключить там тариф вашего арсенала на безлимитный. Всем советую. Или так, или опять же, идите примите холодный душ. Вообще, в данном специальном меню есть много опций, на которые вы должны обратить ваше внимание. И как обычно бывает в таких компиляциях, либо вы будете использовать каждую пушку на автомате при поднятии, либо у вас будет несколько любимых стволов, с которыми вы сможете пройти всю игру. Опять же, тут и пригодятся опции ограничения арсенала в меню. Кстати, если подумать, во многих схожих модах, такой системы как раз и не достаёт. Ну, либо она представлена очень слабо. Как я узнал позднее, данная работа была удостоена специальной кака награды на 17-й церемонии их вручения. Как самое худшее. Это факт, который почему-то не упомянул никто из людей, просящих сделать обзор на данный мод. Исходя из статьи, написанной на соответствующем сайте, отсутствовала объединяющая тема и причина добавления всего понемножку отовсюду в один большой мод. И как следствие из этого, отсутствовала причина в него играть. Советовали сразу ввести IDDQD и IDKFA и просто посмотреть на экшен. А что до меня, то я посоветую вам самим поглядеть на данную работу и самим вычислить, стоит ли играть в этот мод или поиграть во что-то другое по вашему вкусу или пойти принять холодный душ. Выбор за вами. И на этом все хулиганы, с вами был Айрондруг, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok